В эфире ночные новости ТВК, в студии Виктория Лопатайте. Здравствуйте и мы начинаем. Край ждал этого почти неделю. Президент назначил временно исполняющим обязанности губернатора Красноярского края Александра Уса. Информация об этом появилась на сайте Кремля сегодня без пяти вечера. Решение стало неожиданным, хотя слухи о его возможном назначении появились еще накануне. Однако, как сообщил в новостях ТВК сам Александр Ус, об указе он сам узнал только сегодня. Давайте послушаем, что он нам рассказал. Я думаю, что сегодня неожиданно, поскольку, как известно, я год назад избрался председателем и рассчитывал на такую прогнозируемую работу в четыре года длиной. Но вот последовало такого предложения, отказаться от него, я считал, не по-государственному и не по-мужски. Задачи, естественно, ставились. Давайте мы отложим этот разговор, он явно не телефонный, по меньшей мере до понедельника, поскольку в понедельник должно состояться официальное представление. Это делает полупредс, соответственно, Сергей Иванович Миняйло. После этого мы можем обсудить и текущие вопросы, и вопросы такого более серьезного стратегического плана. Александр Ус, коренной красноярец. Он родился в селе Иландского района. Ус будет первым после Владимира Долгих, то есть 1972 года, руководителем края, который не только сделал здесь карьеру, но и родился и вырос. Ус окончил юридический факультет КГУ. Он является доктором наук-профессором. Вместе с Валерием Зубовым в постсоветской России пришел работать во власть. В 1993-м его назначили руководителем первого управления администрации края. В 1995-м году он стал заместителем Валерия Зубова, а в 1998-м, после избрания в законодательное собрание края, его с третьей попытки избрали председателем. Тогда Уса называли компромиссной фигурой между всеми избранными в краевой парламент партиями. С тех пор Ус бессменный спикер. В 1999-м году он возглавил оппозицию по отношению к генералу Лебедю. Тогда Усу удалось объединить почти всю краевую элиту и создать блок «Наши», который выиграл выборы сторонников генерала Лебедя. Но после гибели Лебедя в стремительной карьере был спад. Ус во втором туре проиграл выборы молодому москвичу, ставленнику Норильского никеля Александру Хлопонину. И после этого в крае больше не было ни одного местного губернатора. Александр Ус женат, у него трое взрослых детей, и, кстати, он всего на год моложе Виктора Толоконского. Решение о назначении Александра Уса на пост временно исполняющего обязанности губернатора края стало неожиданным, судя хотя бы по тому, как резко развивалась история этого назначения на этой неделе. Каждый день информация менялась кардинально. Елизавета Курочкина следила за событиями. Лиза, давай вспомни, с чего все начиналось. Ну, началось все, наверное, со слухов об отставке теперь уже экс-губернатора края Виктора Толоконского. В начале недели его заместители информацию об отставке не подтверждали вообще никак. Политологи предполагали, что исход такой вполне вероятен, даже выдвигали какие-то кандидатуры. В среду Толоконский собрал экстренное совещание в Сером доме, где официально попрощался с министрами. Давайте послушаем, что сказал Толоконский после церемонии. Я все эти три года и четыре месяца работал без выходных, без отпусков. Старался сделать так, чтобы край быстрее развивался, качественно развивался. И я уверен, что эти усилия не пройдут даром. Я благодарен краю за знакомство со многими замечательными людьми в Красноярске. Действительно, живут очень талантливые люди. И я вспоминаю каждую поездку в район, в город, каждую встречу с огромной теплотой. И с чувством огромной благодарности ко всем, кто со мной был здесь рядом. На следующий день губернатор Толоконский покинул Красноярск. То есть он еще был губернатором на этот момент. По факту улетел в родной Новосибирск. И по сути наш край больше суток был, считай, безглавленным, что в принципе стало прецедентом для региона. Лиза, ну вообще это решение Толоконского уйти в отставку стало неожиданно похоже и для Кремля. Потому что целую неделю вообще не появлялась никакой информации о том, подтверждают они, во-первых, или нет. И кто возглавит регион. Что происходило в Красноярске в этот момент? В Красноярске на самом деле это можно сравнить с гаданием по кофейной гуще. Потому что что ни день, то у нас новый кандидат на пост губернатор. Но все-таки основной кандидатурой политологи называли Михаила Катюкова. Однако в четверг все предположения экспертов, они просто вышли под сомнение по факту. Потому что РИА Новостям он сообщил следующее, что не стоит верить непроверенным новостям. То есть по сути и не подтвердил, и не опровергнул. То есть получается, что внес муту таким образом своим вот этим заявлением. Скажи, как в социальных сетях отреагировали на то, что УС назначен временно исполняющим обязанности губернатора? Ну, по сути, здесь тоже однозначно сказать нельзя. С одной стороны, его кандидатура, в принципе, очевидна. Все-таки коренной красноярец уже выдвигался, к тому же, на пост губернатора в 2002 году. Но, с другой стороны, назначение УС идет в разрез с политикой, которая установилась в Кремле, что нужно сейчас держать курс на омоложение. А ведь он всего лишь на один год моложе Толоконского. Давайте послушаем, что по этому поводу говорит политический консультант Виктор Потуремский. Мы с ним связались по скайпу после вечернего выпуска новостей, после появления указа на сайте Кремля. Ну, я думаю, что это специальное индивидуальное решение под Красноярский край, не для других регионов. Ну, и давайте будем это считать, ну, работая над ошибками по сроку предыдущего губернатора. Александр Викторович уже 20 лет является бессменным руководителем законодательного собрания, вторым лицом в Красноярском крае, и проще отвечать, какие проблемы не может, как это, что он не может сделать. Ну, мне кажется, что там задач, с которыми он бы не справился с точки зрения управления краем, просто не существует. Ну, что же, получается, что, как мы слышали, собственно, от самого Александра Уса для него, это тоже стало неожиданностью, он буквально там за 10 минут до того, как все произошло, узнал о назначении. Известно ли, когда он прилетает в регион? Ну, ждем уже его завтра, а в понедельник ждем, когда его официально представят полпред Сибирского федерального округа Сергей Миняйло. Спасибо большое, Елизавета Курочкина анализировала, что происходило в Красноярском крае всю эту неделю, пока было неизвестно о том, кто станет губернатором после отставки Толоконского. Ну, что ж, неожиданное значение обсудим прямо сейчас с заместителем председателя законодательного собрания края. На связи Алексей Клишко. Доброй ночи, слышите ли вы нас? Да, доброй ночи. Здравствуйте. Скажите, уже понятно, какие задачи первоочередные стоят перед усом в кресле временно исполняющего обязанности губернатора? Ну, посмотрите, понятно же, что ворох задач, которые предстоит решать. Есть, безусловно, задачи тактические, которые возникают прямо сейчас, каждый день. Это, например, и ситуация с уборкой урожая в крае, когда, вы знаете, много снега выпало. Целый ряд других проблем. Это более такие долгосрочные задачи, но которые нужно решать и повышение зарплат бюджетникам, и решение проблем обманутых дольщиков, и целый ряд других важных. Они понятны в крае, о них, говорит президент, есть стратегические задачи развития региона, в том числе и подготовка к универсиаде 2019 года, целый ряд других задач. Понятно, что это важные направления деятельности для губернатора. Но не менее важны, мне кажется, будут и задачи, которые стоят в общественно-политической плоскости. Это формирование новой управленческой команды для того, чтобы организовать президентские выборы и провести их на достойном уровне. Это ситуация подготовки к выборам в муниципальных образованиях в следующем году. И мне кажется, что в чем кандидатура Александра Викторовича могла бы быть полезна президенту и, кстати, нам, всем красноярцам, это в том, чтобы попытаться, несмотря на разные политические интересы, объединить всех красноярцев для решения перспективных задач развития края. Понять, где вот те мостики роста, которые должны обеспечить рост благосостояния людей, качество жизни, где что недоделано и где что нужно усилить во взаимоотношениях с федерацией, во взаимоотношениях с финансово-промышленными группами, которые работают в регионе, с малым и средним бизнесом, с интеллигенцией научной, творческой, культурной. То есть самый разный класс. Мне кажется, что УС может быть такой консолидирующей фигурой, а консолидация может позволить краю решать важные задачи своего будущего. Скажите, а насколько универсиада стала причиной выбора как раз человека с большим опытом работы, а не молодых кадров, как это в принципе сейчас, судя по ротации в других регионах, происходила? Позиция Кремля такова. Вы знаете, мне кажется, что все же здесь главная тема не универсиады. Все-таки главная тема – это вообще вот эта консолидация, способность края решать задачи, отвечать на сложные вызовы современности. Понимаете, универсиад на самом деле – такая прикладная задачка. В ней просто в подготовке к ней высвечиваются все проблемы нашего региона. И вот это вот позднее зажигание, когда мы не запрягаем, не запрягаем, а потом хотим, чтобы у нас все сразу получилось, как вот ремонт дорог в Красноярске. Это непродуманность зачастую решений, которые у нас принимаются, как вот, например, посадка деревьев на городской свалке в качестве конституционных выплат. А в то же время мы понимаем, что универсиады, как и многие, кстати, другие вещи, как развитие, допустим, нефтеносных районов края, как развитие золотодобычи и целый ряд других – это все шансы для будущего развития. Спасибо большое, Алексей Михайлович. Алексей Клешков был на связи, замститель председателя законодательного собрания края. Ну а прямо сейчас мы можем почитать ваше сообщение, что вы думаете по поводу назначения Александра Улса, временно исполняющего обязанности губернатора Красноярского края. Вот что пишут люди. «Я предполагал, что будет нечто подобное, и все политологи, которые кричали про омоложение, не учли, что на губернатора ляжет ответственность за универсиаду. А тут не молодой нужен, а как раз опыт. Мне кажется, логика Кремля в данном случае правильная. Молодцы, умные люди работают в Кремле», – пишут наши зрители. «Когда-то я голосовал за него, а теперь не знаю, хорошо это для края или нет», – пишут зрители. Ну, конечно, иронично пишут зрители. «Но, конечно, больше поставить-то некого местного нужно. Люди, очнитесь». А я рада, что назначили Улса. Он красноярец и давно в этой системе. Я думаю, что он хорошая кандидатура. Мы вернемся к вашим сообщениям. Сразу после рекламы обсудим это вместе с гостями. Переключайтесь. Это «Ночные новости ТВК». Мы продолжаем. И главная тема сегодня – назначение Александра Улса, временно исполняющего обязанности губернатора Красноярского края. Указ президента об этом появился сегодня без пяти восемь вечера. И с новым назначением, временно исполняющего обязанности губернатора, ситуация с предстоящими выборами мэра может измениться в корне. По крайней мере, в этом уверены политологи. Напомню, в нашем городе отменены прямые выборы. Кто будет новым главой города, будет решать комиссии с десяти человек. Пятеро – от городского совета. И еще пять должен назначить как раз губернатор края. Со смены главы региона, говорит политолог Сергей Комарицын, может увеличиться количество кандидатов в мэры. Ну, я думаю, что ситуация по выборам главы города, после назначения Александра Викторовича установящим обязанности губернатора, она поменяется реально и серьезно. Потому что, если бы пришел кто-то другой, какой-то другой руководитель, то вероятность была 50 на 50. Здесь, я думаю, что вероятность относительно выше, что ситуация поменяется и, скорее всего, будет пересмотрено решение, которое было продавлено Толокомским. Когда Александр Викторович говорил об альтернативности, что надо все-таки рассматривать несколько кандидатур, а не одну. И прямо сейчас в студии Сергей Пономаренко, первый заместитель губернатора Красноярского края. Доброй ночи, спасибо, что пришли. Добрый вечер. Смотрите, политологи сейчас говорят, что это назначение специально для, такое персональное для Красноярского края, потому что курс у Кремля был на омоложение кадров. Как вы думаете, о чем идет речь? Что за такие проблемы уникальные в Красноярском крае, что нужен опытный управленец? Понятно. Но я бы, Александр Викторович, не причислял к числу ветеранов. Вы знаете, он находится в хорошей физической форме, поэтому вполне может соотноситься с сектором омоложения. Но если серьезно, то действительно Красноярский край – очень сложный регион. И сложный по своим географическим характеристикам и по экономическим, безусловно. Это центр пересечения деятельности группных финансово-промышленных групп. Это регион, где реализуются крупнейшие инвестиционные проекты не только в Сибири, но и в целом в стране. Это регион, где готовится к проведению универсиада крупные международные соревнования. И в этом смысле, я думаю, позиция федеральных властей назначить сюда опытного руководителя, хорошо знающего ситуацию в Красноярском крае, вполне обоснована. С чего, как вы думаете, начнется работа? Что в первую очередь сделает? Ну, знаете, на поверхности лежат ряд процессов, которые нужно реализовать. Мы готовим к внесению проекта бюджета очередного на финансовый год. У нас идет уборочная кампания, которая не просто ситуация, учитывая те погодные условия, которые были в течение августа. Безусловно, в активной фазе находятся все процессы, связанные с подготовкой универсиады. Есть ряд острых проблем, на которые, конечно, тоже нужно обращать внимание. Это и проблемы обманутых дольщиков. Мои коллеги, которые были в эфире, говорили о том, что не за горами начало президентской кампании. В этом смысле нужно сделать все для того, чтобы кампания прошла качественно, легитимно на территории Красноярского края. В этом смысле есть ряд, так скажем, влящихся процессов. Ну и, конечно, Александр Викторович, как временно исполняющий обедности, обозначит какие-то новые приоритеты, его видение относительно того, на чем должна власть сконцентрироваться в ближайшее время. Ожидаете смены кадров? Значит ли это, что сейчас законодательное собрание будет мигрировать в сторону правительства? Ну, вы знаете, все-таки об этом скорее нужно спрашивать Александра Викторовича, его взгляд на то, как и каким образом должна быть команда сформирована. Александр Викторович прекрасно знает всех членов правительства Красноярского края, знает, наверное, сильные и слабые стороны каждого. Мы давно работаем как одна команда, и поэтому за него не готов давать кому-то оценки. Все-таки это право временно исполняющей обедности губернатора определить, с кем он будет работать в течение этого периода, да как минимум до выборов, которые должны пройти, если я не ошибаюсь, 9 сентября следующего года. Относительно других выборов, выборов мэра, возникает вопрос, да, что сейчас будет, потому что ходили слухи, опять-таки, что с Акбулатовым вопрос уже решен, и он точно станет главой города. Но это же очень важный вопрос для нового губернатора, учитывая, что кандидатура Акбулактова не так популярна среди красноярцев. Ну, я бы не давал оценок, популярна ли популярна, это вопрос социологических исследований, а в конечном итоге эти цифры немножко разнятся у всех. Но относительно повлияет ли то, что происходит на выборы мэра, конечно, повлияет наивно отрицать, что смена руководителя региона никаким образом не скажется на этой процедуре. И само законодательство так организовано сейчас, что половина членов конкурсной комиссии, которые фактически отбирают те кандидатуры, которые выносятся на рассмотрение городского совета, половина членов комиссии формируется высшим дожестным лицом субъекта. И в этом смысле, конечно, они в своей деятельности должны учитывать позицию временно исполняющего обязанности губернатора относительно списка кандидатур, которые будут принимать участие. Поэтому сейчас сложно давать какие-то оценки. Я думаю, приедет Александр Викторович, будут проведены определенного рода консультации, возможно, его консультации с Акбулатовым, возможно, с кем-то еще. И в конечном итоге посмотрим, как будет развиваться ситуация. Расскажите, что дальше будет непосредственно с правительством? Я правильно понимаю, что в какой-то момент все становятся исполняющими обязанностями? Да. Александр Викторович, насколько я знаю, прилетает завтра. Он должен подписать ряд нормативных документов, в том числе приступить к обязанностям. Он подписывает соответствующее распоряжение. Также он подписывает распоряжение, которым может либо поручить действующим членам правительства исполнять обязанности до назначения на их место новых лиц, либо уже может принимать кадровые решения, назначать кого-то вместо отдельных членов правительства Красноярского края, за исключением тех кандидатур, назначения которых происходит по согласованию с законодательным собранием. Там сложнее процедура. Поэтому я думаю, что на определение состава правительства уйдет какое-то количество времени, поэтому возможно для того, чтобы сохранить текущую управляемость все члены правительства, так скажем, будут назначены как исполняющие обязанности. Но в дальнейшем ротация, возможно, и не дожидаясь процедуры выборов следующего года, какие-то кандидатуры могут появиться новые, либо будут назначены на должность уже в этот период. Если очень лично у вас, какие настроения сейчас? Вы знаете, относительно того, что происходит, конечно же, это назначение было неожиданным и для меня, как и для Александра Викторовича, он это откомментировал уже в очереди вашей телекомпании. С точки зрения оценок, ну, наверное, здорово, что этот человек, который из Красноярского края, мы его все прекрасно знаем, все-таки проще, когда кто-то приезжает, кто тебе знаком, знаешь этого человека, он знает нас всех, и в этом смысле Александр Ильич, патриот, красноярец, прекрасно знающий все проблемы Красноярского края, давно работающий во власти, в исполнительной, 20 лет друг к незаконодательным собраниям, поэтому в этом смысле приезжает человек, который прекрасно знает Красноярский край, знает команду, знает людей, поэтому я думаю, что это можно позитивно оценивать. Спасибо большое. Сергей Пономаренко, первый заместитель губернатора Красноярского края, был в эфире. Мы прервемся на небольшую рекламу и продолжим. Научиться пользоваться социальными сетями, проверить здоровье, послушать концерт и многое другое могут посетители ярмарки «Дни старшего поколения». Мероприятие организовано специально для людей пожилого возраста. Так гости ярмарки могут абсолютно бесплатно проверить слух, сердце и сделать флюорографию. Посетителей ждет и концертная программа, выступают местные коллективы с народным творчеством. Также здесь пенсионеров учат основам фитнеса, гимнастики и скандинавской ходьбы. Не забыли организаторы ярмарки и о модниках. Сделать современную стрижку может любой желающий. Для тех же, кто хочет не отставать от времени, работает класс компьютерной грамотности. Здесь умелые инструкторы учат бабушек и дедушек основам пользования глобальной сетью. Человек может прийти и задать интересующий его вопрос, касающийся компьютера. Например, как общаться в скайпе, как зарегистрироваться в социальной сети, как найти информацию в интернете. Мы этому обучаем. Помимо этого, пенсионеры смогут получить консультацию юристов, специалистов ЖКХ и пенсионного фонда, а также приобрести мед и другие полезные продукты. Ярмарка проходит в МВДЦ «Сибирь» и проработает еще до 1 октября. Посетить ее можно с 10 утра до 6 вечера. Вход бесплатный. 80 саженцев появились в сквере «Победители», расположенном в центральном районе Красноярска. Еле и сосны – подарок горожанам от золотодобывающей компании «Полюс». О том, как закладывалась хвойная аллея, в сюжете далее. Уважаемые гости, мы просим уже ближе-ближе к нам сюда подходить, на нашу импровизированную площадку. Добровольцы, которые решили помочь в хорошем начинании, разбирают грабли и лопаты. Новая аллея закладывается в сквере возле Дворца Пионеров, в одном из самых красивых мест Красноярска, рядом с набережной Качи и недалеко от набережной Енисея. Сосны и елки, шести и семилетки, крупномеры высотой около двух метров, высаживают деревья под чутким контролем работников управления зеленого строительства. Волонтеры работают по очереди. Один прикапывает, другой фотографирует. Сегодня мы решили вместе с администрацией города позвать им школьников для участия в этом мероприятии. Таким образом мы пытаемся им привить необходимость заботы о природе, потому что уже единожды, если человек прикоснулся к такому прекрасному, как посадке чего-то живого, то я думаю, что и по жизни, и в своем будущем этот человек будет себя вести совершенно по-другому. Он будет любить и заботиться о том месте, в котором он живет. Работа над сквером не закончена. Здесь еще предстоят работы по дополнительному облагораживанию. За деревьями на аллее компании «Полюс» будет постоянный уход, а у экологов компании появятся новые проекты. Мария Бухтуева, Новости ТВК. Отношения с Китаем будут скреплять алкоголем, и новинки от Apple появились в Красноярске. Об этом в рубрике «Новости коротко». Ну и начну, пожалуй, с самой крепкой новости. Накануне делегация Красноярского края посетила китайско-монгольскую выставку, на которой регион был представлен Красноярским водочным заводом и производителями кондитерских изделий. Именно там министр и предложил список поставляемых товаров расширить, собственно, именно водочными изделиями и кондитерскими. А в Красноярске начали продаваться iPhone 8 и iPhone 8 Plus. Дешевле всех телефон 8 серии с минимальной памятью в 64 гигабайта продается за 56 950 рублей, iPhone 8 Plus за 64 950 рублей. Цены на яблоко в других магазинах города дороже в среднем на 50 рублей. У меня все, Вика. И наш выпуск завершен. Спасибо, что были с нами. Увидимся.